Лакуся сейчас мы пойдем гулять да я сниму покажу людям свою крэйзи пиццу на своем крэйзи петчварке конечно если будет поплотнее блокнотик то все это будет плотнее держаться но это все по желанию делается всем привет добрый день хочу вместе с вами пошить дошить обложку на блокнот я показывала как делать именно этот кусочек мы с вами делали вместе в прошлой серии три у меня большие лежат куска ждут своего часа и я решила на маленьком порепетировать у меня есть вот такой маленький блокнотик для тренировки и я уже начала делать обложку но я же легких путей не ищу шить я особо не умею но что-нибудь замудренное я придумать люблю придумать придумала теперь надо все это довести до ума показываю я сначала решила сделать обложку потом я решила немножко усложнить сделать в обложке карманчики потом я решила туда пришить замочек а теперь мне вообще в голове непонятно что показываю показываю дальше но я не буду показывать пошагово как я это делала но это по-моему это уж слишком нет я могу индивидуально конечно показать ради бога смотрите это вот как раз кармашек для блокнотика здесь будет кармашек для ручки все это будет пристрачиваться вот так честно слово еще не знаю как я буду обрабатывать наверно просто роликом клиенты мои смотрите но посмотрите как я усложнила карман здесь один карман здесь 2 карман под замком третий карман и что вы думаете я же не могу просто так я теперь сижу и думаю а чё ж я средину то может мне средину сделать карман на замке если просто карман сделаю конечно это будет самое простое но это будет как всегда забит у меня мобильный телефон пришлось почистить не могу сразу все выбросить потому что боюсь потерять какие-то из видео помощница моя же не может она же просится господи ну поздоровайся уже поздоровайся лохматушечка моя купаться мы не любим расчесываться мы любим только подойти к расческе как будто бы расчесались все помогла иди отдыхай то у меня видео ограничено флакусь так вот я сижу и думаю покуда я чистила я думаю что наверное все таки простите я не буду делать здесь замок сложно будет складываться с одной стороны хочется как-то обыграть эту пустоту которая внутри ходит а с другой стороны может быть и не стоит так утяжелять достаточно конвертов это собственно обложка для блокнота изначально это обложка для блокнота наверное просто это все перестрочу застрочу и обработаю как-то обработал кантом конечно мне придется подумать как это сделать карман я сверху все-таки не буду в общем основное я показала я сейчас ровняю эти части которые выступают потому что так на глазок вырезала потом ровненько пришивала и мудрила количество карманов всегда любила очень много карманов с детства брюки любила с кучей карманов комбинезоны мама сшила мне всякие куртки вот любовь у меня к карманам так и осталось ладно я сейчас думаю и уже последние этапы я показываю хочу сделать не очень длинное видео просто показать куда еще можно эту пиццу поставить ну а потом если сделаю те блокноты которые которые лежат еще три куска пиццы ну просто покажу готовыми а это вот мой чехол с машинке стоит я смотрю прям как пану я там взяла и спрятала чтобы не пылились инструменты и стоит видите как украшение мои тюльпаны мои тюльпаны обожаю тюльпаны надеюсь что мне хватит что хватит не придется больше чистить и достаточно будет того что я там вычистила пока я сделаю этот блокнот ой что-то я опять придумала что-то я опять придумала потом уже покажу готова представляете я нашла информацию ну я задалась целью конечно поэтому нашла по пицце ну так интересно такая же эта техника сначала мне было интересно найти как родилась техника вообще печь варка где и когда и как именно крэйзи этого а теперь мне захотелось думаю ну как же эта пицца родилась нашла информация да интересно действительно делали прихватку в виде пиццы ну именно так художественно в виде пиццы и родилась техника пиццы теперь конечно набрасывается всякий мусор туда остатки и выглядит это как пицца но делали именно круглые прихватки я нашла это видео красиво интересно интересно рождаются техники как интересно рождается одна техника из другой я в общем-то тоже рада что у меня уже есть последователи на ю тубе с этой художественной всей стежкой красивой потому что но она просто необыкновенная конечно все что угодно еще не вышли видео мои еще много я чего сделала я в первую очередь делаю своим клиентам которые обращаются у меня по одному поводу ну и в общем то я их осчастливливаю осчастливливаю я их своими работами ну просто они видят и просят просят заказывают сейчас мне время надо минутку жаркая красная солнце перешло на эту сторону я оверложила свой этот кусочек сейчас я начну обрабатывать и кстати я так рада хочу с вами поделиться оказывается мои эти художественные пиццы такие красивые ну это благодаря панно конечно моим они идут в ю тубе вторыми за ютубером мастерица валерина сбит если кто знает посмотрите ее работы мне очень нравится я у нее иногда смотрю я вообще у иностранца так частенько вдохновляюсь у них очень шикарные работы я немного немного могу как бы там понять прочесть перевести то что они говорят и у меня ну если кто из моих подписчиков видел очень активно писала одна женщина мастерица иностранка я не отвечала несколько раз и потом я поняла по смыслу что это она как бы от нескольких своих подружек пишет у них там ну какой-то видимо может пенсионерки домохозяйки машинка машинка моя и они заинтересовались моими панно и очень активно расспрашивали я очень долго не могла объяснить что такое органза хотя органза на самом деле слово органза оно иностранное и оно в общем то пишется на многих языках одинаково органза и органза как говорится ну вот они очень хорошо меня очень активно меня расспрашивать что-то просто на нашатку и они меня очень активно расспрашивали расспрашивали выспрашивали именно что такое органза не могли понять все поняли поняли что несколько слоев что как это красиво-художество выложено заменить и И вот такие у меня есть еще подписчики и фанаты, оказывается, иностранцы. Сейчас я сделаю один этап и покажу, а то я много времени трачу на свою болтовню. Я раскраснелась, только утюгу, только машинки. Ой, помощница ко мне идет. Ну, конечно же, ну как же без тебя, милая моя? Ну, иди сюда. Я хочу быстро показать, ее уже пора кормить. Смотрите, как хорошо, что я купила кружева побольше. Это то, о чем я говорю, что нужно, если занимаешься рукоделием, то нужно ехать и покупать оптом. Потому что вдруг чего-то не хватит или вдруг понадобится. Я при случае поеду еще разного цвета наберу. Смотрите, как красиво получился, какой винтаж. И здесь получилось, можно еще сюда такой же блокнотик поставить. Тогда здесь будет потайной карманчик. Я все-таки сделала этот карман. С замком это было бы очень грубо. Поэтому, в принципе, знаете, какая получилась прям кошелек. Прям сюда можно, если прицепить сюда еще, знаете, петельку, то и ключи можно так цеплять. Потому что, ну, смотря какой ключ, сюда, конечно, ключ не влезет, а из открытого кармана может потеряться. Ну, вот сейчас у меня идея возникла. Видите, можно сюда еще и для ключа. И прямо такой взял блокнот и пошел. И как кошелечек. И мобилочка сюда войдет. То есть даже такая мобилка большая, как у меня. И гляньте, она, в общем-то, вот я уже взяла, и уже можно вот так идти. О, сообщение там у меня. Сейчас посмотрю. Так вот, показываю медленно. Я такая быстрая, как работаю, разговариваю, так и быстро показываю все. Смотрите, какой получился блокнот. Какой он получился красивый весь. Я еще сидела, раздумывала на титульную сторону, какую поставить половинку обложки. Ну, по большому счету, это не имеет значения. Допустим, в сумке его никто не будет видеть. А если он будет лежать или он находится у вас в руках, то с двух сторон его увидят, он очень красивый. И посмотрите, как красиво обрабатывать. Косообейка могла бы и не взять. Я называю рулик, на самом деле, я прошу прощения. Я не профессионал, называю рулик. Привыкла так. Косообейка. Но косообейка эту толщину могла не взять. Поэтому я обработала кружевом. Посмотрите, оно только выиграло. Только выиграло. Кружево я уже показывала, прибрала. Сейчас достану, покажу. Видите, кружево, которое можно разрезать на две части. Спешу быстро и хочется все показать. Вот видите, оно такое, но его можно разрезать. Это, да, оно как самостоятельное, это половинка, как самостоятельное кружево. И у нас оно продается в разных цветах. Я думаю, что поеду все-таки куплю несколько еще оттенков. Может быть, какую-то бронзу, там, песок мокрый или молочный цвет. То есть нужно. Очень красиво. Очень, опять же, приятно на ощупь. До сумочек я еще не дошла. Сумочки еще в проекте. Ну, учусь шить вместе с вами. Поэтому, видите, здесь ручка вошла. И даже более толстая, чем я думала. Думала, только тонкая влезет. Лакусечка, ну, пожалуйста. Вот она пытается у меня тут лечь спать на колене. Все. С этой обложкой я заканчиваю. Похвасталась. Пожалуйста. Буду рада, если вам пригодился мой такой урок. Болтушка моя. Это какой-то не урок, это не мастер-класс. Это скорее такая пошивушка по болтушкам. Мне понравилось слово моей подписчице. Пошивушка. Милости прошу на канал. Ставьте лайки, заходите, в гости, подписывайтесь. Делитесь в соцсетях. Делитесь в группах. Пожалуйста. Пишите вопросы, если что-то непонятно. Ну, я понимаю, как я так рассказываю, сумбурно. Мне просто очень нравится техника, очень нравится рукоделие. И я буду рада, если я смогла, знаете, зажечь в вас желание заниматься рукоделием от души. Даже если вы не профессионал. Это не так важно. Важнее от души заниматься и улучшать свою настроение свое самочувствие. Ну, в общем-то, и радовать себя и окружающих. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok